Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут Александр Наконечный и сегодня мы с вами разберем самые актуальные события, которые мы сегодня ожидаем. В первую очередь это уровень безработицы по Канаде. Предыдущее значение было 53 700 новых созданных рабочих мест. И могу сказать вам, чем выше этот показатель, тем позитивнее реагирует на это канадский доллар. Он укрепляется. Что же происходит сейчас? Прогноз всего 10 000 о том, что будет создано новых рабочих мест. Это очень негативный показатель, по крайней мере он в 5 раз ниже, чем предыдущий показатель. И сейчас мы ждем ослабления канадского доллара, в том числе по отношению к американскому доллару. Если посмотреть техническую картину по валютной паре доллар-канадский доллар, то мы увидим здесь восходящий тренд, то есть ослабление канадского доллара. И сейчас я жду рост до уровня 1.33-33.50. Это сейчас максимально логичный уровень. И на фоне таких сильных новостей по Канаде, он весьма достижимый. Сразу, наверное, после выхода данного экономического события. К другим новостям. Фунт-доллар. Вчерашние данные по процентной ставке остались неизменными. Цена подошла к психологическому уровню 1.2800. Сейчас, как на трейдерском сленге, это говорят, цена скапливается перед уровнем. Мой прогноз остается тот же самый. Я жду снижения валютной пары фунт к доллару до уровня 1.26. Также все-таки в рынок рекомендую входить после пробоя этого уровня, выставив отложенный ордер на уровне 1.2780. Евро-доллар. Касаемо евро-доллара, здесь ситуация идет по нашему сценарию. Цена пробила уровень 1.1070 и сейчас находится в нисходящем тренде. Сегодня и в ближайшее время я жду, что цена по евро-доллару опустится на уровень 1.09. Сейчас это выглядит максимальным таким значимым уровнем 1.0950, поэтому ждем снижения к этому значению. Нефть марки Brent. Мы вчера с вами разбирали, что цена достигла и протестировала достаточно сильный ключевой уровень 63. Вчера была попытка протестировать этот уровень еще раз, но попытка была неуспешная. И все-таки сейчас я думаю, что цена начнет снижение к уровню, который мы ожидаем. Первая цель это 60.50 к этому уровню. Если цена пробивает этот уровень, то жду снижения еще ниже к уровню 56. Краткосрочно и дальше дальнейший рост. На этом все. Я вам хочу пожелать успешной торговли в пятницу. Всем пока!